Сейчас в Австрии проживает 9 миллионов человек, а когда-то она насчитывала 53 миллиона. Но тогда она называлась Австро-Венгерской империей. Являлась третьей по количеству населения страной в Европе, и еще в 1914 году ее площадь была в 8 раз больше и жила на ее территории, соответственно, в 6 раз больше людей. Это вторая часть моего исследования австрийской столицы. В этом выпуске будет много истории, архитектуры, и сегодня я отведу вас во дворец. Один из главных дворцов в Вене. Спойлер, он здесь не один. Чтобы вам больше была понятна значимость этого дворца, я вас введу в курс, что вообще тут происходило раньше. Очень сильно раньше. Батюшки-Кондратюшки. Царь приехал. Территория Австрии была заселена с доисторических времен. О чем это говорит? Конечно, о смешении культур. Здесь были кельты, римляне и баварцы. И кого здесь только не было. За свою историю Австрия играла значительную роль в европейской политике, особенно во времена правления династии Габсбургов. Австро-Венгерская империя, также известная как монархия Габсбургов, или двуединая монархия, была крупной европейской державой, существовавшей с 1867 по 1918 год. Она охватывала современные Австрию, Венгрию, Боснию-Герцеговину, Чешскую республику, Словакию, Словению, Хорватию, части Италии, Румынии, Сербии, Черногории, Украины и Польши. Австро-Венгерская империя была образована в 1867 году в результате Австро-Венгерского соглашения. Империей управлял общий монарх, у которого были отдельные правительства, администрации и парламенты для Австрии и Венгрии. Вена служила столицей Австро-Венгерской империи и была одним из культурных и политических центров империи. В это время Вена процветала как центр музыки и искусства. О музыке и искусстве я говорил в предыдущей части. Но на протяжении 19 и начала 20 веков рос национализм среди различных этнических групп внутри империи. Многие из этих групп стремились к большей автономии или даже независимости. Они считали, что их уникальная культурная, языковая и историческая самобытность подавляются центральным правительством. Лидеры империи, особенно император Франц Иосиф I и его правительство оказались неспособными справиться с растущими националистическими движениями, в конечном счете приведшими к упадку империи. Случится Первая мировая война, распад Австро-Венгрии, революции, восстания и изменения национальных границ. Один из важнейших объектов венской архитектуры – Хофбург. Зимняя резиденция Гавсбурга. Об австрийских династиях я вам все расскажу чуть позже. Сначала об их главном доме. Да, это именно он. Императорский дворец Хофбург – величественный исторический комплекс в самом сердце Вены. Совсем недалеко от собора святого Стефана. О нем подробно рассказывал в предыдущей части. Хофбург служил главной резиденцией императоров Габсбургов и в настоящее время является официальной резиденцией президента Австрии. Если во время прогулки вам хочется отдохнуть, то 5 минут. 5 минут от гостиницы. В сторону дворца есть дворцовый сад. Дворцовый сад, напротив него оранжерея. Здесь куча людей. Школьники, студенты. Вы можете взять с собой что-нибудь на пикник, покушать, перекусить. И здесь позагорать, отдохнуть, посидеть. Давайте с вами порассуждаем на тему, что важно для туриста. Что важно для туриста? Для туриста важно... Ну, я сейчас не говорю про достопримечательности, природу. Нет. Без чего турист не может во время своих прогулок и гуляний. Первая еда, да? Окей, закинули в рюкзак яблоки. Проездной, да, какой-то там проездной. Это все фигня. Тоже можно ножками потопать и пройти ту же самую центральную часть Вены. Что еще нам важно? Нам важен туалет, конечно же. Нам важен туалет. И здесь в парке есть туалет. Но он платный. Если вдруг вы в гостинице забыли сходить в туалет, или уже долго гуляете, или напились воды, здесь есть туалет, поэтому имейте это в виду. Прям в саду в этом, в этом парке. Здесь тоже вы идете в туалет. И, извините меня, будьте добры, 50 центов оплатите в кассу. В валюте, как говорится. Никаких вам карт, никаких вам переводов со Сбера. Дворец Хофбург огромен. Его площадь составляет около 240 тысяч квадратных метров. Он состоит из 18 крыльев и 19 внутренних дворов, что делает его одним из крупнейших дворцовых комплексов в мире. Истоки Хофсбурга восходят к XIII веку, когда это был средневековый замок, построенный на месте древнеримского военного лагеря. Одной из самых известных достопримечательностей дворца Хофбург является испанская школа верховой езды. Лепецианских жеребцов школой разводили и тренировались здесь на протяжении веков. Здесь находится церковная сокровищница с регалиями, коронами, скипетрами и множеством ценных предметов, накопленных за столетия. И здесь же рядом с парком находится и пальмовая оранжерея, в которой располагается дом бабочек. Вот здесь на главной площади дворца, если вы будете находиться, вокруг вас будут стены. И стены эти все построены не в одно время. И можно определить по стенам, можно определить, когда, в каком веке они были построены, какая стена старше какой стены. Знаете, как это определяется? Очень просто. По размеру окон. Чем меньше окна были, тем старее здание. Чем больше, тем, соответственно, здание новее. О, кофе. Кофе-то хорошо. Встреча. Нужно погладить. Утюг. Утюга нету. Гладилки тоже нету. Зато... Так, щетка у нас есть. Немного. Ну, вот. Все чистенько. Буду это что за хрень такая? Я такое не видел никогда. Ребята, я в таких гостиницах остаюсь раз, наверное, лет в 10. Поэтому, я не знаю, как оно хребет. Так, что это такое? Корби. Траузер пресс. А, это пресс для брюк. Поняли, ребята? Я такое не видел никогда, честно. А у меня-то брючки есть. Мятые. Сейчас мы будем тестить. Страшно представить себе. Так, прижимаем, прижимаем и оп. Проверяем, что у нас тут получилось. Закончила. 15 минут прошло. Ну, если честно, ребят, такое себе. Я, в принципе, от этого аппарата ничего больше и не ожидал. А что если рубашку надо туда? Это все? Или должен быть отдельный пресс для рубашки? Бархатные вешалки. Вот это номер. Вот это я понимаю. Чувствую себя, реально, как в музее. Какого-то. Немножко. Немножко, как в музее. Что это такое? Love a Plus Locked on Locked. А, это сейф. А, с картой я вот так провожу. И сейф, ну да. Что это за слово? Илья вчера рассказывал про вот эти вот. Конкурс на самое длинное слово. Мастер свитч. А, это главный переключатель. Мастер свитч, точно. Все. А, это такие подмастерия. Это мастер. Это подмастерия такие отдельно. Кофе надо заварить, ребята. Мастер свитч. у меня есть обоих кранов идет горячая вода как еще мне нужен утюг water only hot in my room no cold water короче в ресепшене дозвониться room сервис понятно это еда но он сказал что он передаст скажет как мыться в горячей в кипятке ну кипяток идет понимаете альтернативный вариант просто набрать воды и ждать не знаю часа четыре наверное к вечеру вот сам к 8 можно будет помыться все сделали мне ребята общем мой индус который был на room сервисе он все таки вызвал чуваков пофиксить пофиксили они значит включили что там поковырялись сказали какая-то проблема с циркуляцией а проблем быть не должно ребята когда вы в пятизвездочном отеле особенно когда вы только приезжаете до холодно холодно нож работает кондиционер а сегодня упала температура сегодня был дождь 19 градусов общел бы а вчера было 30 кто же были те люди которые здесь правили кто все это строил кто влиял на ход австрийской истории бабенберге 1 австрийские герцоги их происхождение датируется концом 9 века а известность они приобрели в десятом веке как местные правители на территории современной нижней австрии одной из наиболее заметных фигур среди бабенбергов был леопольд 1 ему удалось приобрести значительные территории и увеличить влияние семьи в регионе самым известным герцогом бабенбергов был леопольд 3 также известный как святой леопольд или леопольд благочестивый правил он в 1095 1136 годах что для того времени гигантский период он сыграл решающую роль во втором крестовом походе и почитается как святой покровитель австрий леопольду третьему приписывают закладку фундамента для развития вены которая позже станет столицей австрии последним герцогом австрии из этого рода был фридрих 2 он умрет не оставив наследника мужского пола и в дому бабенберга впредет конец в 1246 году здесь стенах дворца реально буквально в стенах дворца можно гулять через такие проходы проходить через стены и вот здесь например стена от готического собора от готического храма такого видите то есть реально можно смотреть на историю по стенам между царствия вам о чем-нибудь говорит период между правлением одной династии и другой именно так и называется так сказать кризис престола наследия в общем отсутствие прямого наследника приводит австрию к борьбе за трон но вернемся назад как же первым герцогом удалось разбогатеть леопольд который был влиятельным парнем того времени получил земельные пожалования от императоров священной римской империи в десятом и одиннадцатом веках они включали в себя территории современной австрии это была основа что еще стратегические браки так укреплялась власти богатства и земель становилось еще больше пример леопольд 2 женился на иди форм бах раттельнбергской которая благодаря своему приданному присоединила дополнительные территории генрих второй взял в жены феодору камнину византийскую принцессу что еще больше укрепляет престиж бабенбергов и что самое важное открывает дипломатические и торговые возможности фридрих второй последний из герцогов бабенбергов женился на изабеле английской дочери английского короля иоанна но ранняя смерть фридриха не оставившего наследника мужского пола в конечном счете привела к падению династии кстати о наследниках вы знали что на их рождение любой желающий мог заработать деньги люди делали ставки на то кто родится мальчик или девочка а сами роды королевских особ были целым праздником роженица могла выбрать любую комнату из множества дворцовых для такого события на которой собирались толпы людей иногда даже из простых семей каждый хотел лицезреть и рождение будущего наследника престола золотой стекло там какая-то позолота эта ткань это не обойна не бумага какая-нибудь там а эта ткань очень приятная на ощупь кондиционер вот такой ну как бы здесь все понятно . с карточкой ну карточка сразу же она у вас не простая деревянная большое количество деталей мелких он даже пульт понимаете он не в пакете вот как мы привыкли да как раньше помните клееночкой клееночку не снимаешь даже телефон новый взял себе такой за 15900 там есть какая-нибудь клееночка снимать отлеплять ее жалко думаешь боли ну вдруг еще экран поцарапается и пульт и помните да берешь особенно у меня у бабушки до сих пор пультик и все вот так вот переключаешь и пульт всегда чистенький новенький ручечка тоже не просто карандаш валяется или такая какая-нибудь шариковая а вот приятная такая ручка хорошая в которой даже не стыдно стебрить сабы халаты обязательный атрибут весы весы чтобы было видно что мы с вами в пятизвездочном отеле весы с такой байдой и запах кстати вот эти всякие штучки очень приятный запах здесь у вас и сразу же зубная щетка с пастой лежит да это можно много где встретить но все равно радио слышите так и сэйтих династия габсбургов и так после бабенбергов и нескольких десятилетий средневековых терок за власть начинает править одна из самых влиятельных и долго правящих королевских семей в мировой истории где возник дом габсбургов считается что на территории современной швейцарии в кантоне аргау самым ранним известным предком габсбургов был работ позже династия габсбургов разделиться на две основные ветви испанские габсбурги правили испании и и обширными заморскими территориями а австрийские габсбурги продолжали контролировать священную римскую империю и связанные с ней территории конечно невозможно контролировать такую огромную территорию без трудностей и к 17 веку габсбурги столкнулись с трудностями в поддержании всего этого их могущество приходит в упадок война за испанское наследство 1701 1714 годах еще больше ослабила испанских габсбургов и привела к разделу испанской и австрийской территорий прямая линия испанских габсбургов оборвется со смертью короля испании карла 2 1700 году австрийские габсбурги продолжат править как императоры священной римской империи вплоть до ее распада 1806 году конечно первое и главное преимущество отеля гранд вен палас короче самое главное преимущество что вы из него выходите и у вас сразу же перед вами все дворцы замки достопримечательности кафе рестораны любого уровня идете и через пять минут у вас шоппинг улица то есть вы в самом центре вам никуда не надо ехать никуда не надо идти ну как надо идти если вы конечно хотите провести больше времени вашей комнате вот этой вот замечательной бархатной всей то конечно гранд отель это по моему идеальное место я кстати не показал там есть спа достаточно неплохой массажные кабинеты небольшой спортзал сауны паровая финская сауна поэтому если вам все это не нужно или вы это уже несколько раз посмотрели или допустим идет ливень то можно остаться в гранд-отеле там есть чем заняться ребята по статистике мои видеоролики 90 процентов зрителей смотрит без подписки если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал так вы чаще будете видеть подобный контент и обязательно пишите в комментариях на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи на которых снимаем выпуске ставим лайк подписываемся пишем тему я вам также обещаю что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки наши партнеры и из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки которые мы будем дарить вам в следующих выпусках